Здравия всем, друзья! Утро доброе, б***ь! Ботам оно, наверное, не нужно, ведь они ж боты, смекаете? Они ж тоже вне времени и пространства, так сказать. Задумывались вы когда-нибудь о том, что такое вера? Я имею в виду понятие, так как с именем так всё понятно, оно как раз, по-видимому, и образовалось от того самого понятия. Вот как бы вы ответили, что такое верить? У меня вот не получается так сразу ответить. Так вы же не полицейский. И полицейский всё-таки. У человека есть пять органов чувств. Я думаю, вы знаете, если какой-то орган доносит мозгу какой-нибудь сигнал, мозг сразу же слушается. Например, горячо отдёрнул руку, прокисло выплюнул, громко закрыл уши. То есть мозг верит. Верит ощущениям тела и верит безоговорочно. А как же быть с душой? Ведь у неё нет органов в здешнем трёхмерном измерении. Она считывает только информацию. Ухо, как физический предмет, слышит звук. Ну здесь понятно, я утрирую, не само ухо слышит и так далее. Потом мозг определяет, что за звук. И это может быть слово из слов, предложение. Да, это оленёнок. Какое миньёное. Это собака. И вот в них-то и зашифрована информация, которую в твоё ухо или глаз, если это текст, пытается кто-то запихнуть, порой силой. И вот задача души – выступить неким фильтром для этой инфы. И чтобы души не были столь свободными, их временные пристанища, холмы сапиенс, и объединяют самого раннего возраста в стаи. Чтобы никто не выделялся из коллектива. Нас старательно пытаются убедить, что люди начали становиться образованным в 10 веке. Якобы появляться стали некие прототипы образовательных учреждений, и стали они нас учить. То есть 20 веков нашей эры – это по-школьному. На земле ведутся баталии, не утихая ни на один год, а может, ни на один день. А они 10 веков нас учат, как надо жить, чтобы было всё хорошо, и чтобы этого не было. Или же в последнее время стали рассказывать байки, что если, мол, написано, то ты верь. Не сопротивляйся. Это ж сайт официальный. То ты верь, не стесняйся. Это ж сайт. Это ж сайт. Верь давай. Я вам сильно знал, говорю. Ежели мигрень какая на всех, надо верить. Уже носок на нос написали одеть. Удевает, то ж правда. Вот сказали какого-нибудь Ефлампе в 19 веке, что надо обработать холупу, ехте его самого, так он обработал себя и дух испустил тут же. А вы поверили тому, кто говорит, 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 веками говорит, а сам сделать не может? Например, сейчас пришёл к вам строитель и сказал – построю. А после него всё развалилось. Вы бы ему поверили в следующий раз? А если бы пришёл слесарь со словами «починю» и оторвал батарею, тоже верить надо? Отсюда вывод напрашивается – кто себя не духом считает, а телом, тот и верит во всю дичь, что ему поют, покуда фильтра-то у него нету. Иremlin тоже. Субтитры добавил DimaTour. Продолжение следует...